Всем привет! Сегодня я буду слушать Гуфа и его трек «Письмо домой». Вы его у меня давно просите. Ну и знаете, вот я люблю Гуфа за его честность. Несмотря на то, что судьба у него сложная, или он сам виноват в том, что происходит в его жизни, но пишет он хорошие слова в его музыке. Есть отличный проверенный способ для передачи мыслей. Берешь бумагу, ручку и пишешь письма. Когда надо что-то сказать, но молчишь и злишься. Хочешь, но боишься, садишься и пишешь письма. Не стоит бежать на почту, искать конверт, клеить марку, вспоминать индекс тоже не надо. Достаточно написать все откровенно, листик спрятать и вскоре ждите результата. Вы увидите очень быстро, адресат получит импульс и посыл под корку с заложенным смыслом. Он, скорее всего, вас даже и не вычислит, но сразу же поймет, что по-прежнему выясним. Может, это вымысел, я пока не выяснил, но есть некая сила в бумаге и чернилах. Я помню декабрь, когда весь дым осел. Это все, что у меня было, когда люто крыло. Представьте, зима, уютный трехэтажный домик с бассейном, бильярдом в ближайшем Подмосковье. На втором этаже горит лампа настольная, там в комнате соломенной пишу письмо домой. Тут момент непростой. Ну и ладно, я люблю правду, а еще люблю себя оправдывать. И может, я покажусь слегка неадекватным, но я показываю вам, как делать не надо. Не ругайте себя за прошлое, совсем скоро рассеется дым. Я так хотел быть хоть раз хорошим, но опять оказался плохим. Я с моста монетку подброшу, и она исчезнет в темноте Москвы-реки. Я так хочу быть хорошим, но не получается, прикинь. Здравствуйте, маленькие мои самые любимые, но вы же в курсе, что папа у вас полный дебил. Я поступил невероятно некрасиво, когда слился и оставил вас на целый месяц одних. После очередных выходных я послушал свои мысли и захотелось убежать от них. Посреди возни у меня вопрос возник, притормози кое-что надо прояснить. Зарокая, на этот раз удивляться нечему, я вернусь сразу, как только они меня подлечат. Что-то еще хотел пообещать, что все будет круто, но не буду, сейчас время трудное. Хорошо, что я пишу отсюда, всем нам на пользу пойдут эти 28 суток. Я вас люблю больше всего на свете, но иногда попадаю в старые добрые сети. Если надо, я готов объехать экватор на велике ради своей микросемейки. Лучше поверьте или сделайте вид хотя бы, я ведь могу быть самым лучшим мужем и папой. Лучше пора бы в собственной жизни принять участие. Девочка, если ты будешь плакать, то только от счастья. Я вел себя ужасно и полностью согласен, но я нуждаюсь в еще одном последнем шансе. Не ругайте себя за прошлое, совсем скоро рассеется дым. Я так хотел быть хоть раз хорошим, но опять оказался плохим. Я с моста монетку подброшу, она исчезнет в темноте Москвы-реки. Я так хочу быть хорошим, но не получается, прикинь. Улыбнись, будь погрустили, хватит все. Я вернусь через три недели, и все наладится. И если я уже решил пойти на это сам, значит я хочу меняться. И ты почувствуешь разницу, всего два абзаца. Вот и все, пожалуй. Хорошо, что это письмо я никуда не отправлю. И вдруг я почувствовал себя гораздо лучше. Жаль только, что Айза его не получит. Не ругайте себя за прошлое, совсем скоро рассеется дым. Я так хотел быть хоть раз хорошим, но опять оказался плохим. Я с моста монетку подброшу, она исчезнет в темноте Москвы-реки. Я так хочу быть хорошим, но не получается, прикинь. Такая, знаете, печальная история про жизнь Гуфа. Ну, я, в связи с тем, что я уже знаю, что его основная проблема – это наркотики, да, и судя по всему, это как раз об этом, о том, что он пытался лечиться, борется, да, и вот как бы кто мне там в комментариях писал, что периодически тут даже опять заходит. Ну, я понимаю, что, ну, во-первых, про трек, а потом про это. Значит, про трек, вот у него всегда, помимо честности, еще присутствует такая, знаете, простота в суждениях, которая доступна всем и понятна всем, что мне всегда импонирует, в отличие от многих других. И вот этим берет Гуф вот своей правдивостью и простотой. А другое дело, вот тут мне в комментариях написали про него, про то, что он, ну, в общем, короче, человек сам кузнец своего счастья и несчастья, да. Ну, я не знаю, может быть, это тяжело, конечно, людям, если они уже попали в те сети под названием наркотика, оттуда выбираться. И тяжело, если выбрался, опять тянет. Невозможно это судить, потому что сам не был в тех сетях, и слава Богу. Вот. Ну, вообще, это, конечно, страшно. Поэтому, друзья мои, я просто хочу напомнить всем нам, что у нас в жизни тысяча дорог, по которой каждый может выбрать свое. И кузнец своего счастья человек сам, да, и если он хочет, он чего-нибудь да достигнет. А если дело начнется, если начать свою жизнь не с того, то можно оказаться на ее обочине, и потом уже ничто не поможет. Это вот хорошо гуф одаренный, и, ну, как бы, вырывается, сверканет и снова исчезнет, да, а сильный или славный, раз он там. Но многие из вас, кто попадает в такие сети, могут оттуда и не выбраться. Поэтому, когда мне в комментариях пишут о том, что подумаешь, там какой-то наркотик легкий, что тут особенно, друзья мои? Какой бы он ни был, он губит вашу жизнь, он губит ваше будущее. Думайте своими головами. Делайте так, чтобы ваша жизнь была счастливой в будущем, а не закрывайте дверь перед своим будущим. Всем пока!